Больше года назад здание, в котором располагается третья хирургия и отделение офтальмологии, преобразилось как внешне, так и внутри. А потому гостям, заместителю главы администрации округа Татьяне Квасниковой и заместителю председателя Совета депутатов Валерию Черникову, было что показать. Эта зона, она исключительно такая рабочая, где находится наш кабинет заведующего, ординаторская, перевязочная и так далее. И следующая зона, это госпитальная, это где все палаты, и да, зона, где операционная. Сначала гостям показали отделение хирургии. Главный врач ВРКБ Бутай Бутаев рассказал о том, что на базе отделения обучаются студенты нескольких медицинских вузов. Здесь делают высокотехнологичные операции, после которых реабилитация пациентов проходит быстрее. Скажите, а вы до операции лежите или уже после? После операции. Вы уже к выписке готовитесь? Да, все. Домашнее настроение. Как вообще в больнице вам? Все здесь замечательно. Все и доктора, и анестезиологи, и медсестры, все здесь. Конечно, больница была разрушена. Постарайтесь больше не болеть, здоровья вам. Силами руководителя. Заведующий третьим хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы Виталий Осокин по совместительству депутат Совета депутатов Ленинского городского округа рассказал, что с начала года он и его коллеги провели свыше 600 операций. Здесь больные лечатся с патологией брюшной полости, желчекаменной болезнью, различной локализацией, с патологией вен, доброкачественным образованием мягких тканей, различной локализацией. Операция выполняется в основном лапароскопически и с применением лоза. Татьяна Квасникова также побывала в отделении офтальмологии, которое расположено в том же здании, этажом ниже. Здесь слово взял заведующий Петр Бокшинский. Он рассказал о современном оборудовании, которое применяется для диагностики и лечения нарушений зрения и продемонстрировал работу некоторых аппаратов. У нее галукома выявилась на глазу. Здесь хорошо видно нерв. Вот сам нерв, вот посмотрите, где находится. С продавленной экскавацией, которая контурируется розовым цветом. Петр Бокшинский рассказал, что сейчас в отделении находится самое современное оборудование, а в год здесь проводится более 200 операций, и их количество растет. Заведующий отметил, что врачи готовы проводить до 500 операций в год. Увиденным и услышанным заместитель главы администрации округа осталось довольным. Сегодня мы в современной, красивой, комфортной, с хорошими условиями и услугами, надо сказать, больнице. Мы видели сегодня и людей после операции, которые в палатах. Мы сегодня общались и с теми, кто готовится к операции. Я думаю, что вот эти условия, они совершенно иначе и морально готовят человека к процедуре операции. Напомним, здание, в котором располагаются третье хирургическое и офтальмологическое отделения, было построено в 1962 году. Капитальный ремонт здесь был проведен в 2020 году. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.